Ваш близкий попал в ДТП срочно, нужны деньги. Известные схемы продолжают пополнять карманы мошенников, но благодаря работе правоохранителей некоторые истории для потерпевших заканчиваются вполне благополучно. С истории о фальшивом ДТП позвонили пожилой мазырянке. Спасая дочь, женщина отдала все свои сбережения. 31 января в 15 часов на домашний телефон одной из жителей города Мазыря в 1947 году рождения поступил звонок от неустановленного мужчины, который сообщил, что ее дочь попала в аварию. При этом одновременно она является виновницей ДТП. Для решения вопроса с пострадавшей стороной необходимо денежное средство в размере 40 тысяч долларов США. Указанной суммы пенсионерке не оказалось, но и сумма в размере 2 тысяч долларов США оказалась достаточной. При этом мошенник действовал не один. Периодически он давал потерпевшей возможность пообщаться с женщиной, выдававшей себя за ее дочь, которая также пенсионерку убеждала в том, чтобы она передала денежные средства. Пакет с денежными средствами потерпевшая передала третьему лицу, которая подъехала к ее месту жительства. И только после того, как были переданы денежные средства, потерпевшая, созвонившая со своей дочерью, поняла, что ее обманули. По данному факту, Мозырским районным делом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 209, санкция которой предусматривает наказание в виде решения свободы на срок до 4 лет. Уже в ходе следствия был установлен курьер телефонных мошенников. Аферисты с помощью мессенджеров привлекли к криминальному делу подростка из Гомеля. Деньги, полученные от Мозырянки, парень не успел передать своим работодателям. Их вернут законы владелицы. В Следственном комитете напомнили, что нельзя передавать неизвестным людям деньги ни под каким предлогом. А курьеры несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступных схем. Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.